Несколько десятков норинмарских семей в ожидании главного подарка на Новый год. При этом не от Деда Мороза, а от городской мэрии. Людям, которые многие годы стояли в очереди на получение новых квартир, чиновники уже на этой неделе пообещали вручить ключи. Всего 62 комплекта. Семьи переедут в новый микрорайон столицы региона на улицу авиаторов. Для очередников там построили три дома. Хорошая новость есть и для тех, кто продолжает жить в ветхих строениях. Подробности в репортаже Олега Хатанзейского. Инфраструктура нового района действительно, пожалуй, станет современной. Тут тебе и школы, и детские сады, и даже магазины. Но не забыли и о детях. Уже возвели несколько игровых площадок. Вот одна из них. Сзади горка, карусели и качели. А здесь вот целая площадка для игры в баскетбол. Ее пока еще не обжили, но обещают. Уже в ближайшее лето здесь начнутся настоящие спортивные баталии. Теплые, уютные, красивые, а самое главное – долгожданные. Эти квартиры строили специально для очередников. 62 уже готовы к заселению. Однушки, двушки и даже трешки. В каждая отдельная кухня, коридор, ванная и туалет. В общем, целые апартаменты. Эти дома возвели по новой для региона технологии. Из легких стальных конструкций. Строители обещают, жилые здания выдержат самые крепкие морозы и сильные ветра. В принципе, этот дом, он такой, своего рода термос. То есть стены, когда начинает работать система отопления, стены на себя тепло не берут. То есть они нагревают только тот воздух, который находится внутри. Свои квартиры семьи, обещают в городской администрации, получат уже на этой неделе. Судьба еще 42-х пока под вопросом. Они, кстати, расположены в доме по соседству. По-любому дом построен, по-любому дом должен быть сдан и по-любому должен быть заселен. Единственное, надо решить вопросы технические и юридические. Хорошие новости для тех, кто не стоит в очереди, но проживает в аварийных домах. Их, к слову, только в Наринмаре несколько десятков. На 15 ветких строений уже существует контракт по сносу. В список попали. Рыбников 7, 12 и 21А. Смедовича 32 и 30. Бандарная 11А. Полярная 1А, Пустозерская 9, Пырерка 12, 60 лет октября 7. Ваучейского 38, 38А, 40 и 40А. Впрочем, большинство жильцов этих ветких строений уже получили новые квадратные метры. Один из них Николай Копылов. В своем бывшем доме мужчина прожил почти полвека. Срок немалый, поэтому, признается, до сих пор иногда тянет в старую квартиру, хоть уже и полуразрушенную. Ностальгия, говорит. А вообще Николай, конечно же, рад новым условиям. Ну, как нет. Конечно, с такого срая приезжать в новые дома. Как нет. Очень, очень приятно. Полуразрушенные квартиры – это все, что осталось от Ваучейского 38А. В принципе, дом уже готов под снос. Бывшие жильцы еще весной получили новые квадратные метры, но дом сносить пока не собираются. А есть одно «но». В здании продолжает проживать один человек. Это Павел Ваучейский. Его в народе называют просто Паша-художник. После очередной творческой ночи чувствует себя Павел не очень хорошо. До утра, говорит, работал над новым шедевром. Впрочем, не об этом. В доме он единственный жилец. Переезжать пока не торопится. С мэрией возникли недопонимания. Теперь вот ищет компромисс. Они мне сказали, получи работу, но хотя бы дворником. Тогда дадим тебе с поселением. Пока Павел Ваучейский и администрация города не договорятся между собой, ветхое строение сносить не будут. И таких, пустующих в городе, сразу несколько. Скоро, кстати, будет еще больше. 38 домов официально внесены в программу, согласно которой пока еще жилые здания должны снести в ближайшие несколько лет. В счастливом списке. Бандарная – 17, Заводская – 9Б, Зеленая – 16, Комсомольская – 4, Ленина – 44, 46А и 56. Малый Качгард – 20А, Октябрьская – 4, 18, 35 и 37. Оленная – 7. Пустозерская – 11, Перерка – 2А, Рабочая – 19А. Рыбацкий – 16, 18 и 20, Рыбников – 8А, 13, 25 и 28. Смедовича – 7, 14 и 17. Совхозная – 5, 7, 7А, 11 и 12. Строительная – 9А, Хатанзейского – 1, А, 4, 16 и 18. Юбилейная – 22А и Евтысова – 1. Таким образом, в ближайшие несколько лет новоселье отметят сотни наринмарских семей. На этом местные власти останавливаться не собираются. В городе продолжат возводить новые современные дома. Ведь по официальным данным, только очередников почти 2000. Точнее, на 62 строчки список уже сократился. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Александр Дуркин, Телеканал Север.